Уважаемые коллеги! У нас с вами сегодня очень важный разговор. Мы сегодня с вами обсудим пути перехода к новому институту для нас с вами, это казначейство. Это очень важный институт рыночной экономики и, честно говоря, мы даже с вами опознали. Его надо было делать не сейчас, а примерно 7-8 лет тому назад. Я хочу просто вас попросить, осознавая эту ответственность, к этому вопросу отнестись очень и очень внимательно. Первое, что мы хотели бы сделать, это чтобы мы с вами, вы говорите, разные ходы, уже в принципе работают в этом институте. На самом деле он достаточно сложный, если мы с вами наладим этот работ, а мы с вами обязаны наладить этот работ, мы с вами наладим эту работу. Мы многие проблемы решили с нами. Проблемы, касающиеся эффективности, проблем нашего государства. Как вы знаете, процессы по внедрению казначейской системы исполнения бюджета у нас уже начались. Переходить на казначейство мы будем с вами поэтапно, и с 1 сентября этот проект должен быть уже запущен. Процессы очень сложные, мы все вместе с вами будем учиться этому, и наша задача сделать этот переход безболезненным. Казначейская система исполнения бюджета имеет ряд существенных преимуществ перед банковским исполнением, которые сегодня у нас есть. Это касается и эффективности расходования средств, и контроля расходования средств, это касается и контроля доходной части бюджета. Казначейская система – это первый шаг к автоматизации учетных процессов. Это одна из основных задач, которая сегодня уже стоит перед нами. Казначейская система исполнения бюджета во многом будет способствовать повышению собираемости налогов и других обязательных платежей. Это доказывает переход на такую систему. Во многих странах это уже было доказано, что с переходом на казначейскую систему все-таки фиксировалось повышение собираемости налогов. Существует еще ряд других существенных преимуществ, о них нам расскажет Станислав Евгеньевич. Предоставим ему слово, коротко скажу, Прокофьев Станислав Евгеньевич. Заместитель руководителя Федерального казначейства Российской Федерации, заслуженный экономист Российской Федерации, профессор, доктор экономических наук, заведующий кафедрой Финансового университета при правительстве России. От Пинфина России, от казначейства России хочу передать слова приветствия и уважения всем вам за то, что в непростых условиях, так же как собственно и мы сейчас работаем, тем не менее финансовая бюджетная система функционирует стабильно. А вот для того, чтобы она развивалась дальше, исходя из тех принципов, из того опыта, который накоплен сегодня в мире, соответственно необходимо делать следующие шаги, о чем собственно и есть тема моего выступления. Как уже было сказано и премьер-министрам, и министрам финансов, есть совместное решение руководства обеих стран и о переходе Абхадии на казначейскую систему исполнения бюджетов, и о том, что Россия должна оказать помощь вам в этом процессе. Мы, соответственно, эту работу уже активно ведем с Минфином. Полностью подготовлена и принята нормативная база и законодательная база, о чем я еще буду говорить. Сейчас у нас идут вопросы организационно-технические, кадровые вопросы, которые мы должны решить достаточно короткое время для того, чтобы обеспечить переход на эти сроки, о которых говорил и министр финансов. В целом в мире из почти 170 стран более чем 110 функционирует именно казначейская модель. Во всех остальных банковская, но считается, что она потихоньку отмирает, замещается более современной моделью, которая повсеместно принято считать казначейскую. Должен сказать, что была казначейская модель и в дореволюционной России, начиная еще с 17 века, и при Екатерине II были сформулированы задачи казначейской системы, которые и поныне актуально звучат. Она описала о том, что для чего нужно казначейство. Дабы доходы сполна собраны были, дабы доходы, как положено, сделаны были, дабы средства бюджета в целости сохранены были. Вот, пожалуй, три задачи, которые поставлены на рубеже 17-17 веков, мы исполняем и поныне. В России в период после революции и до 1992 года была банковская система исполнения бюджета. В 1992 году было принято решение, что она неэффективна больше, она исчерпала свои возможности. И, соответственно, тогда был принят указ президента Ельцина, и вот уже 23 года мы вновь перешли к истокам казначейской системы. Казначейская система в основном охватывает два из четырех этих этапов, а именно исполнение бюджета и подготовка отчета об исполнении бюджета. При этом участниками процесса являются распорядители бюджетных средств, и распорядителями мы называем министерства, ведомства, агентства, комитеты, а также, соответственно, финансовые органы муниципальных образований. Получатели, соответственно, те, кто их подведомственные. Бывает, что есть промежуточные этапы. Бывает, например, что средства, ну скажем, в муниципальном образовании в начале из финансового органа доводятся, скажем, до райотделов народного образования, не до РАНО, а уже оттуда до школ. Тогда финансовый орган будет считаться главным распорядителем, РАНО, соответственно, распорядителем, ну а школу, соответственно, получателем. Существует также по нашей классификации главные администраторы доходов. Налоговые доходы администрирует, понятно, МНС, неналоговые доходы таможенная служба, да и все министерства и ведомства. Что такое исполнение бюджетов, мобилизация доходов, исполнение расходов и принцип ключевой, принцип единства кассы. Вот сегодня в Абхазии существует огромное множество счетов при банковском исполнении. В Центральном банке на каждый вид доходов свой счет, по расходам их огромное количество. Часть из них вообще открыта в коммерческих банках на территории всей республики. Поэтому, если нужна какая-то бюджетная консолидация, нужен какой-то маневр, скажем, пенсии заплатить, Вроде бы деньги и есть, но они тонким слоем размазаны везде, а вот на центральном счете их нет. Поэтому нужно искать, где занять эти деньги, может быть, какую-то временную помощь в России просить. Это затрудняет управление бюджетными средствами, это усложняет систему, это плодит дополнительные расходы, если, например, занимаешь у банков. Поэтому ключевой принцип казначейской системы исполнения бюджетов – это принцип единства кассы. И будет открыт один единственный счет, он называется ЕКС, Единый казначейский счет. Открыт будет управлению казначейства Минфина Республики Абхазия и обязательно в Национальном банке. То есть мы должны будем вывести из коммерческих банков все счета, которые так или иначе имеют свою целью обслуживать бюджетные учреждения. И эти средства будут сконцентрированы только в Национальном банке. Единственный вид счетов, который останется в коммерческих банках, в том числе и на территории районов республики, это счета, которые предназначены для выплаты наличных денежных средств. Поэтому нужно создать систему, и с 1 января следующего года она должна заработать именно в таком варианте, когда все налоги, будь то налоги от физических лиц, от юридических лиц, где бы ни находилась организация или гражданин, но они должны платиться на один единственный единый казначейский счет, и с него же, соответственно, должны будут осуществляться расходы. Вот что означает ключевой принцип – принцип единства кассы. Второй принцип – это принцип подведомственности. Я не знаю, есть ли у вас такая система, но в России до введения казначейства она была сплошь и рядом. Например, когда, ну, например, военкоматы финансировало и Министерство обороны, и местные органы власти, пожарную охрану, и МЧС, и Минобороны, и кто-то еще. Вот казначейская система позволяет четко выстроить подведомственность и иерархию. То есть, если вы министр, вот у вас есть определенное количество конкретных подведомственных учреждений, вот только их из бюджета Министерства вы вправе финансировать. Никакого перекрестного финансирования казначейская система не позволяет делать, и если это явление имеет место быть, то оно должно прекратить свое существование не позднее 1 января следующего года. Кредитовый оборот – это означает, что казначейство не дает никому взаймы. Есть лимиты, которые положены по закону о бюджетном. Часть из них израсходована уже, а вот та часть, которая осталась, вот только в пределах ее, можно осуществлять необходимые операции. И, наконец, принцип транспарентности. Этот принцип означает, что исполнение бюджетов – это открытая процедура, открытая для общественности, для средств массовой информации, для любого гражданина. Именно казначейская система должна сделать принцип бюджетной открытости реальностью. Таким образом, казначейство должно стать единственным органом, который от имени государства и от имени муниципальных образований будет физически после проверки документов оперировать с деньгами государства. Но по поручению главных распорядителей бюджетных средств, соответственно, министерств и ведомств, или там финнорганов муниципальных образований, и по поручению получателей. То есть права распорядителей и получателей казначейство не ущемит. Как вы их расходовали, так это и будете делать. Но, соответственно, через механизм, через призму казначейского контроля. И также именно казначейство будет собирать от всех отчеты, сводить их и уже общий отчет об исполнении бюджета Республики Абхазия представлять через Минфин, соответственно, в правительство и в парламент. Что это дает? Денежные средства будут расходоваться по принципу под потребность, не будут лежать ни на каких счетах в коммерческих банках, даже один день мертвым грузом. Мы позволим сконцентрировать их в едином месте, защитить от риска возможности проблем в кредитных организациях. Переходим к технологиям. Технологии по расходам. Как она будет осуществляться и каковы этапы. Формируется, принимается, утверждается и вступает в силу закон о бюджете. Далее Минфин формирует так называемую сводную бюджетную роспись, то есть детализацию того, что написано в законе о бюджете в разрезе каждого главного распорядителя, каждого министерства и ведомства, где будет четко расписано, какая часть средств предназначена на заработную плату, какая на коммуналку, какая на капитальные вложения и так далее. Вот эта детализация и называется формирование сводной бюджетной росписью. И это дело Минфина. Далее эта роспись уже представляется в казначейство, и казначейство начинает работать со всеми главными распорядителями бюджетных средств для того, чтобы ее исполнить. При этом в сводной бюджетной росписи будут формироваться два ключевых показателя, которые называются бюджетные данные. Первый показатель – это лимиты бюджетных обязательств. Что это такое? Это так называемые объемы бюджетных прав. То есть, предположим, министр сельского хозяйства получает свой сегмент, свой кусочек бюджетного пирога, который называется его сводной бюджетной росписью по Минсельхозу, по аппарату и по его подведомственным организациям, где он будет видеть на заработную плату столько, на отопление столько, на освещение столько, водоснабжение столько и так далее. То есть, детали. Вот эти лимиты бюджетных обязательств – это не деньги. Это гарантия от государства, обеспеченная Минфином и Казначейством, что эти деньги в течение года ему будут предоставлены. Соответственно, это и есть объем бюджетных прав у министра, которые он вправе либо себе оставить, либо делегировать какой-то части своим подведомственным учреждениям, чтобы они уже дальше в пределах этих лимитов могли заключать гражданско-правовые договоры, то есть вступать в правовые отношения, но в пределах лимитов. Заключать, например, договоры на энергоснабжение, на водоснабжение, на поставку чего-то там, мебели или бумаги, но опять же не выходя за лимиты. И вот так вот распределяя сверху вниз по подведомственной сети, уже до начала года у каждой подведомственной организации должно быть понятно, что им гарантирует государство, на что они могут принимать обязательства. И вот первый ключевой этап бюджетного процесса в казначейском исполнении это принятие бюджетных обязательств от имени государства или от имени муниципалитета, если это, соответственно, в районном звене делается. Соответственно, за соблюдением этих лимитов, этих ограничений осуществляет уже контроль непосредственно казначейства. Ну и параллельно с этим казначейство организует процесс кассового планирования, то есть оно знает, когда какие доходы попадут, когда какие расходы должны осуществляться, но узнает оно это только при взаимодействии с каждым министерством и ведомством, с каждым муниципальным образованием, сведет все и поймет, ага, где у него хватает доходов, где не хватает доходов. Главное, что казначейство должно четко контролировать те бюджетные ограничения и по тем направлениям расходования, которые изначально заложены в бюджете и отражены, соответственно, в бюджетной росписи. Итак, в начале года происходит процесс доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей по всему министерству и, соответственно, формируется кассовый план исполнения бюджетов. Как будет организовано казначейство в Абхазии? Три основные функции, которые казначейство исполняет в любой стране и будет осуществлять у вас. Первая функция – это кассир правительства и муниципалитетов. Второе – главный бухгалтер. И третье – финансовый контролер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова